Всем привет, дорогие друзья! С вами Филстун, и мы вновь играем в RTS SeaChap. Итак, ребятки, у нас здесь миссия Пустынный Торгоец. У нас, походу, появятся осадные мастерские. Нам, наверное, вот этот город разрушить надо будет, я не знаю. Ну, не защищать же. Зачем нам тогда осадки? Так, наши южные земли в пустыне — это стратегическая точка, и мы должны защитить её. Всё-таки защищать. Ну, ладно, неважно, погнали. Если вы хотите получить более... что? Я не успел узнать подсказку. Мы в пустыне, Сир. Здесь нет места, чтобы построить фермы. Нам нужно захватить больше золотых рудников и покупать продовольствие. Все товары будут доступны на рынке, когда вы построите его. Так, я понял вас. Так, давайте сразу парочку рабочих сюда выходят. Точно нельзя построить ферму? Вот здесь вроде есть. О, смотрите, можно, они меня обманули. А могу я вообще? Я не знаю. Я вот, знаете, что... Может быть, вот здесь вот стены мешают. Может, тут можно было бы ещё какую-нибудь ферму воткнуть, если бы её уничтожить. Так, нам золото, да, нужно будет. Смотрите, там шахта прямо рядом с городом. По идее, это вражеский рабочий, но, наверное, если я атакую первым, то наш рабочий победит. А, в принципе, мы можем сейчас вдвоём атаковать по-быстренькому, чтобы не обдамаживаться. Вот всё. Это теперь наша шахта. Вы идите, работайте. Так, давайте... А, ещё одного рабочего я не могу нанять. Вот у нас рынок. Чё здесь стоит? Даже его строить мне пришлось. Купить 6 золота за 30 древесины. 8 золота за... Давайте я сейчас еды куплю сразу, у меня уже как бы нормально. Еды... Давайте сразу древесины купим. А чё? Ну, как бы сейчас пока что нормально было. Чтобы быстренько развиться, сейчас быстро рабочих надо тренировать. Так что оборонную вышку надо воткнуть. Можно ещё одну монетку золотую мне, пожалуйста? Я, наверное, начну с обороны. Вы, ребята, идите... Пока что доб... Да, блин, я промахиваюсь. Вы идите добывайте. Я тебя, что ли, обратно вернул? Иди тоже добывай. Так, потом построить вышечку куда-нибудь. Можно где-нибудь здесь воткнуть. Я даже не знаю, стоит ли. А я могу тут воткнуть ферму. Тут вроде зелёные поля. Фиг-то там, да? А вышку могу. Смотрите. А ну, вот здесь. Ну, давайте здесь воткнём. Да где? Была же вот только что. Ребята, на нас уже нападают. Ребята, бежим все отсюда. Я ещё не готов. Я не знал, что вы так быстро будете нападать. У меня ни казармы, ничего. Давайте сразу стрельбища казармы построим. Так, сразу вы сюда. И кого здесь? Ну, вот вас наймём. Так, наши ребята. Пойдёмте здесь разведуем. Если сверху нападают, может, здесь можно безопасно что-нибудь добывать? Кактус можете добывать? Это просто для красоты, да? О, смотрите. Ещё одну шахту мы здесь можем отхватить. Правильно, нечего. Ну, и ладно, добывайте здесь деревья. Как бы это глупо не звучало. А, вот, смотрите, ещё один тут. Эй, куда у нас камера уехала? Здесь ещё одна шахточка. Её тоже отбираем. Так, пока что, ребята, соберитесь. Я сейчас соберу армию. Так, что нам там не хватает? Еды. Да, золота тоже как бы не хватает на войско. В принципе, как бы нельзя сказать, что нам только еды не хватает. Так. Нам много чего не хватает. Ну, смотрите, они обратно, да? Можно я ещё... А, ну, у меня пока что нет ресурсов. Ну, смотрите, они там тоже рубят лес. Давайте так. Здесь, наверное, вышка нас защитит. Вы пока что тут работаете. Возвращайтесь к работам, к вашим. Ты спрячься за вышку, парень. Ты тоже спрячься за вышку. А вот этот вот войск у нас пойдёт... Во-первых, мы вернём себе... Они опять у нас, смотрите, захватили шахту. Я думаю, мы сейчас пойдём вот здесь их рабочих перебьём, чтобы им жизнь мёдом не казалась. И, наверное, замедлим их темп развития таким образом. Смотрите, они идут нам что-то противопоставить. Но они бойцами дальнего боя, без поддержки. Мы сейчас их быстренько перебьём. Там, вон, я смотрю, ещё одна шахточка есть. Просто отлично. Мы ему сейчас всех рабочих перебьём. Давайте сейчас это отвлекёмся, маленько шахту захватить. Так, я вижу, у него там вышка. Мы сейчас под вышку лезть не будем. Но вот вы, ребята, два лучника, вы тоже тут сейчас встанете. Поможете нам как бы отбиваться от их войск. Ой, от... Ну, просто их солдат убивать. Так, здесь у нас можно вот так вот. Можно вот так вот. Здесь можно вот... Можно, кстати, камня купить. У нас, правда, не так, чтобы прям... Всё супер хорошо с золотом. Но нормально. Я хочу крутых каменных лучников. Сейчас, правда, на них еды не хватает. Так, давайте ещё один арбалет можно где-нибудь здесь воткнуть. Смотри, тут какие-то войска подходили. Ну, мне кажется, это очень прикольно, что мы сейчас ему вот так вот без конца рабочих отсеиваем. Он без конца их строит. Можно вот здесь где-нибудь, наверное, нет. А я, по-моему, не могу далеко от дома строить, да? Ну, вот где-нибудь вот здесь можно, нет? И кто там? Ну, и ладно. Нужно больше... А, даже так, да? Мы уже максимальное количество домов. А что у нас за задание? Вот, кстати, он так, ну, как бы образно сказали нам, что надо защищать наши земли. Нам просто защищать? Или... Будет что-то большее? Или надо в итоге, может быть, перейти в наступление? Кстати, наши войска вот здесь. Давайте-ка вы тоже вот здесь вот шахту отберёте. А то, что это за дела? Враги вернули себе шахту. Ну, и пойдёмте с разведкой пройдём ещё вглубь, посмотрим, что здесь есть. Вот ещё одна шахта. Вот ещё одна шахта. Я даже не знал, что здесь такие богатства несметные. Ну, и по сути, вот так мы можем это, окружить их город, просто не давать им. И знаете, что я думаю? У нас же появилась осадная мастерская, да? У нас её дома нету, но я думаю, мы сейчас её поставим и пойдём им это, как раз осаждать их город. Вот. Раз есть осадная мастерская, значит, надо осаждать город. Сейчас мы посмотрим, что здесь стоит дом построить. 40 древесины. Слушайте, уж чего-чего. Вот как бы понятно, что нам других ресурсов не хватает, но древесину-то мы могли бы как-то сами добыть, чтобы не покупать. Я куплю, конечно, маленько. Но я хочу больше сейчас рабочих сюда вывезти и как бы... Древесину пусть они рубят. Это единственное, что... Ну, видите, они тут неудобно далеко рубят. Но вот здесь-то нормально. Так, ну и что у нас? Катапульты давай сразу вот сюда. И все войска тоже пускают туда. Выходят у нас. Так, и давайте сразу две, даже я бы три катапульты. Давайте ещё древесины купим. У нас, в принципе-то здесь золото, ну, как нормально. Так что можем себе позволить всё подряд прикупить. Давай, три катапульта. А вот теперь уже золота не хватает. Так, давайте тогда лучников наймём, которые золото не требуют. И ещё одна четвёртая катапульта. Но золото, по крайней мере, видите, здесь быстро восстанавливается. Это как бы не проблема. Так, вы, бойцы, идите сюда. Вы, рабочие, идите работайте. Так, у вас стоит точка сбора, у вас стоит. Ну, отлично. До заказа делаем, воинов. И сейчас у нас катапульты туда подъедут. И я думаю, мы со всеми нашими катапультами перейдём в наступление. Уже вот одна там. Сейчас ещё парочка подтянется. Чё-то они это... Чуть поближе подойдите, чтобы эти рабочие всё-таки не добывали здесь ничего. Ну, как-то, видите, мы ему просто... Мы, видать, ему всю экономику сбили, вот этот, убивая этих рабочих, которые не могут ничего добыть. И поэтому он сейчас вообще не нападает. То есть, если до этого какие-то войска от него приходили, то на этом его полномочия всё. Так, давайте выделим три катапульта и начнём это. Я так понимаю, мы дальше бьём, да, чем вот это здание. Сейчас мы аккуратненько сперва вынесем здание. Войска давайте подведём поближе на всякий случай. А то он может сейчас выйти. Вон, видите, он уже выходит. Ну, вот это мы сейчас... Отстанет наша катапульта. У меня не так много войска оказалось. Ну, у нас вот здесь ещё есть, товарищи. Давайте, подходите, помогайте. Давайте, всё, что здесь есть, идите сюда. Ну и всё, вот здесь встаньте. Ту вышку на неё пофиг, мы сейчас ему просто разнесём здесь всё, что есть. Миссия оказалась, ну, как бы, довольно-то простой. У него, кстати, та же ситуация, что у нас. У него нету ферм, у него вот есть, это только рынок, так же, как у меня. То есть, кто тут лучше золото добывает, тот и на коне. Но я, правда, не знаю, насколько, ну, насколько боты хорошо вот этим пользуются. Чё, ребят, то просто снесите ворота. И заходите в город. На ту вышку мне даже как-то всё равно. Мы сейчас ему снесём тут это. С чёрного хода зашли и, как бы, так и снесём ему город. Победа, 11 минут. Ну, давайте тогда попробуем ещё одну миссию. На самом деле, можно было быстрее пройти. Я думал, что миссия будет сложнее. Итак, мы уже, если бы, вы знаете, как бы переигрывать и сразу знать, можно сразу бежать вперёд, сразу все источники золота захватить. Немножко постоять и с первой катапульты идти в бой. Мы уже победили бандитов в этом регионе, но они вернулись этой зимой. Ну, сможем ли мы защитить деревню с недостатком припасов? Зима, ребята, близко. Зима даже пришла. Не наступила зима, сейчас мы не можем добывать еду на фермах. Так, ладно, еда на фермах отменяется. Давай так. Что, мы можем рынок построить? Золото-то у нас есть, да? Нам не зря научили золото. Давай, стройте рынок. Это, наверное, будет опора нашей экономики. И рабочих мы всё равно строим. То есть, как бы, рабочих строим. Конь-конь. Конь-огонь, наверное, сейчас пойдёт искать для нас эти шахты. Конь-огонь пойдёт искать шахты. Рабочие. Может быть, даже многовато рабочих построил, не знаю. Ну, хотя, ладно, нормально. Так, есть шахты. У нас пока что всего один конь. Так, это край карты или? Это край карты. Так, здесь лучники. Причём их тут, ну, как бы, есть лучники. Мы можем, в принципе, построить уже какую-то оборону, чтобы к нам не лезли вот так вот. Я надеюсь, что они будут на неё натыкаться. То есть, если они так идут, так идут. Они, наверное, в любом случае на неё наткнутся. Так, здесь, опять же, лучники. Так, ну, а что у нас? У нас задача какая? Уничтожить лагерь свиней. Ребята, со свиньями бьёмся. Ну, я думаю, что? Лучники. Лучники этого чека. У нас, кстати, знаете, что у нас есть? У нас есть, если честно, ребята, знаете, что? У нас, смотрите, мы покупаем камень, и мы можем построить, я только сейчас это заметил, мы можем построить верфь и просто пойти это рыбачить. То есть, проблема с едой у нас всё, она решена. Здесь довольно-таки, ну, как бы, прилично. Сейчас мы купим ещё один раз еду, а больше мы можем её не покупать. Нам вот эти товарищи её. Ну, ещё, давайте сразу, чтобы быстро построить. Два корабля. Ну, и всё, проблема с едой решена. Я не знаю, может ли быть тут атака с воды. Хотя, блин, так, давайте отменю строительство. Давайте я сейчас рыболовецкой... Эй, у меня что-то зависло. Да, ребят, меня выкинуло из игры. Эй, я не знаю, а он сейчас восстановит? У меня даже тут никаких сейвов нету. Мне, похоже, сейчас придётся заново начинать. Ну, давайте тогда я начну, как бы, примерно разовьюсь до туда, где мы остановились. И тогда мы уже, как бы, это, продолжим видео. Так, ну вот, ребята, я одним рыбацким судном проплыл тут разведать. Ну, здесь нету врагов, похоже, флота. Но здесь есть, как бы, линия берега. Можно даже кого-нибудь им вдоль линии берега уничтожить. Давайте так. Ты добывай с этой, ты добывай с этой, ты добывай с этой. Так, на всякий случай нам нужна здесь, да, вот такая, как бы, стационарная оборона. Чтоб к нам не пришли. Правда, будет плохо, если отсюда придут. Можно ещё одну воткнуть. Ладно, пока что золота нету. Войска пока не строю. Но хочу построить первый боевой галеон. Просто вдоль берега проплыть. Кого-нибудь там убить. А, нужно больше домов. Ладно. Как скажешь. Трёх рыболовецких судов, я думаю, нам хватит. Скорее всего, хватит. Ну, давайте ещё один для верности. Смотрите, у нас тут уже первые товарищи приходят. А я отбегу. Верните нашу шахту. Она нам ещё пригодится. Давайте тут ещё на всякий случай вот так вот воткнём. Да, видите, они с разных сторон ходят. Ну и, в принципе, можно готовить войско. Так, давайте даже вот этим кораблём сейчас туда сплавим. Ты, парень, иди рыбач. Всё, еда у нас есть. Дерево у нас есть. Несмотря на то, что зима, с едой у нас проблем нет. У нас только пугали. Нам нужно теперь думать о войске. Потому что все остальные базовые человеческие потребности мы для себя закрыли. А, смотрите, у них тут даже стрельбище. То есть мы сейчас можем его тупо с воды уничтожить. Мне, кстати, ещё интересно. Вот эта шахта, которая у него здесь. Я могу её с воды подплыть и типа захватить как будто? Нет? Слушай, а их тут пришло. Ну, я могу дистанцию держать. Смотрите, он даже не достаёт. Да, подходите. Слушайте, отлично. Давайте я даже ещё один боевой корабль построю, раз уж он так хорошо вписывается в окружение. Здесь пока что наймём дешёвых лучников, которые ничего не требуют. И хочу... Что там для казармы не хватает? Золото, камень. Да, у нас камень... Да, вот камень мы купим. Камень не надо будет ещё купить. Так, всё, он всех уничтожил. Можно чуть-чуть подплыть поближе. Уничтожить оставшихся. Мы, по сути, подплыли к его зданию, которое производит юнитов. Он не успевает производить, мы их будем ему сразу убивать. А, и где там наш второй корабль? Тоже плыви туда. Давай, ну ладно. Ещё один хотел натренировать. Обойдёмся. О, смотрите, какие тут войска ближнего боя подходят. Много вы тут не добьётесь. А вы, наверное, можете уже подплывать ближе оба. В принципе, если он там по одному будет тренировать, ничего страшного. Да, давайте ещё один корабль сделаем, пусть они там... А, нужно больше домов. Я ещё казарму хотел построить. Теперь золота не хватает. Так, смотрите, ну давай отплывём, раз в такие дела. Да, корабль ещё один однозначно нужен. Корабль здесь вот в этой миссии сверхэффективен, ребята. Может, они бьют дальше, чем лучники. Они могут как бы держать дистанцию, на которой они даже урон получать не будут. Дай, вы. Ладно, подплывайте. В принципе, мы всё. Мы ему уничтожаем это здание с лучниками. Я не знаю, восстановит он его, или как там у него дела обстоят. Может, он его на том же месте будет строить. У нас это мало волнует. Так, и камень весь опять. Давайте так казарму-то построим. И уже начнём тренировать первых солдат ближнего боя. Так, отплываем. Что-то у нас тут недобро. Вот этот корабль вообще надо отвезти в тыл. Он всё войско сюда привёл отбиваться. Ну, ё-моё, опять этот корабль вперёд. Давай вот ты вперёд. Просто уничтожьте ему это здание. Так, ну ладно. Я думаю, в принципе, мы как бы это... Я думаю, мы готовы, чтобы нападать. Опять больше домов. Давайте сразу два воткнём. Да, даже давайте сразу три воткнём. А то нам слишком часто приходится о дамах думать. Так, ну и погнали. Мы, правда, тут рабочего случайно схватили. Ну да бог с ним. Хотя ладно, отпустим его. Иди, дерево добывай. Так, здесь наши корабли уничтожили ему. Давайте тогда кораблями проплывёмся. Посмотрим, что тут ещё может вдоль берега интересное есть. Этими ребятами сходим. Захватим. Слушайте, ну неохота под вышкой драться. Я всё-таки отбегу. Что-то у него тут войска хватает. Я вообще сейчас как-нибудь так по краешку отбегу эту вышку. Давай вот сюда все. Просто в наглую встану вот здесь. Снесу ему домики, снесу рабочих. В конце концов, вот эту шахту у него заберём. Так, от вышки отойдите. Да, проблема вышки в том, что она бьёт только одну цель. Давайте я сейчас даже заранее у него тут захвачу шахту. Смотрите, как интересно. Вот это, по верху, это как будто край карты, да? Ну то есть вот это как будто край карты. Но по воде можно доплыть дальше. Как-то так забавно это. Карта сделана. И у него, наверное, там ещё второй город, да, есть в том углу. Да ё-моё. Меня второй раз, ребята, выкинуло. Сейчас придётся опять эту миссию начинать заново. Интересно, это проблема в этой миссии? У меня раньше как бы не выкидывало. Может, это проблема того, что я играю с эмулятора, не знаю. Но придётся сейчас всё заново. Но зато я уже знаю, что делать. Так, ну ладно, ребята, я переигрываю. Как видите, здесь у меня в этот раз целая флотилия. Пять кораблей. Я думаю, они тут всё уничтожат. Камня на камне не оставят. И у меня, ребята, ещё же появилось, смотрите, вот такое вот новое, короче, осадное орудие. Баллиста. Я тут ещё построил в этот раз конюшни. Короче, у меня в этот раз очень разношёрстное войско. Кого в нём только нету. И мы сейчас этим войском отправимся на врага. Я думаю, мы отправимся так же, как в прошлый раз. Даже знаете, как можно? Вот так вот можно. И вот ты, копейщик, тоже. То есть зайдём к ним вот отсюда сверху, там, где у него нету этой вышки. Так, вы, ребята, чего? Чего не добиваете? Добейте им последнее здание-то. А то вон они даже успели одного лучника натренировать. Так, ну и всё. Корабли здесь стойте. Мы даже можем, знаете, на самом деле, мы могли бы наглый ход сделать. Ну ладно, не будем. Мы могли тупо зайти к ним и пройти туда, к нашим кораблям. Его бы войско побежало за нами, и мы оказались бы под прикрытием флота. Ну, мы зайдём просто вот отсюда сверху. Ну, сзади неудобно, когда такое войско разное. Типа кони уже прибежали, остальные ещё не дошли. Давайте сюда все в уголок можно. А из уголка уже будем атаковать. Ну ладно, вот этих лучников надо убить, а то они нас бьют. Мы же не будем ходить, пока они нас бьют. Давайте просто всей толпой сейчас снесём ему главную ратушу и посмотрим, будет ли это моментальная победа. По сути, в прошлый раз я уже победил. Просто игра вылетела раньше, чем мне успели присвоить победу. Ну всё, это, по-моему, последнее его здание, да, там не считая всяких домиков. Я даже на войска не отвлекаюсь. Да, ребят, ещё одна победа за 11 минут. Две миссии по 11 минут. И что мы имеем в остатке? У нас, ребята, похоже, последняя миссия. Называется «Повстанцы». Суперосада. Восставшие заняли все деревни поблизости. Но они не должны попасть в город. Судя вот по тому, что я в предыдущих миссиях, ой, сериях читал, да, там в группе ВКонтакте, это, наверное, и есть там миссия, где атаковать, ой, сражаться нужно на 4 фронта. И кто-то мне даже в комментариях писал, что если в настройках... Так, а где здесь настройки? Я не вижу... А, вот настройки. Типа, поставить максимальную сложность, то эта миссия становится очень серьёзной такой. А очень серьёзная миссия, я думаю, требует серьёзных затрат по времени на её прохождение. Так что давайте мы ей, наверное, отдельный выпуск посвятим, уже следующий. А у меня на этом всё. С вами был 11.1. Спасибо за просмотр и до новых встреч.